Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Можно сказать, зацепили эту тему Так, одним краешком И просто во мне начала звучать эта тема Я понимаю, что Каждой теме Есть свое время Просто есть время Каждой теме И знаете, в Слове Божьем написано Что каждой вещи под солнцем Есть свое время Время рождаться Время умирать Время разбрасывать камни Время собирать камни Время сеять Время жать И там написано, что Есть время Любить Есть время ненавидеть Церковь Сегодня твое время любить У тебя время Любить Классное время Очень классное время Я вам скажу, что Многие поколения Быть может быть Позавидуют нам Потому что У них было другое время Сегодня у нас время Любить Беда только вот в чем Мы с вами дети Которых учили любить Те, кто любви не имели Мы родом с вами из детства А детство наше было в мире Слово Божье говорит Бог есть любовь Бог обратился ко мне И сказал Не знают любви Не познавшие меня Не имеют любви Не имеющие меня Когда я начала над этим размышлять Я вдруг увидела Да, для меня стал такой Огромный-огромный вопрос Как? А как же все то Что мы называли любовью А как же все то Что мы считаем любовью Да? Есть любовь мужа к жене Есть любовь родителей к детям Есть любовь дружеская Есть Любовь есть А Бог говорит Ее нет Вот очень большой вопрос Есть ли любовь у тех У кого нет Бога У кого нет Бога Бог говорит Ее нет Все, что мы привыкли Называть любовью Оно настолько изгажено Духом этого мира Я бы сказала Я бы сказала Знаете Между тем Что Бог Называет любовью Бог Который есть любовь И Он Называет любовью И дает этому Четкие признаки В Слове Божьем Да? И тем Что мы привыкли Называть любовью Есть колоссальная разница Я вам скажу Есть чудовищная Просто разница И Если уж так Глубже копнуть Давайте будем честными Нам не просто Подгадили Понимание Осознание И действие любви Нам его заменили И вот такие вот Мы приходим И становимся частью церкви С очень Ну Страшным просто Пониманием любви Реально страшным Иногда Я вам скажу Что Давайте далеко Не будем ходить Ну Любовь Которую О которой говорит Господь Да? Она имеет Очень четкие Признаки Знаете Если опросить Хотя бы С десяток Людей Вот так вот На улице Да? То мы услышим Очень противоречивое Вообще Понимание Любви Но На самом деле Это Это вот То Понимание Любви Которым Мы живем Давайте Не Говорить Там Ну Красивые Сейчас Фразы Но Мы приходим Сюда Мы приходим К Богу В принципе С этим же Пониманием Знаете Вот так вот Если копнуть Сидят две тетушки Обсуждают Очередной сериал Давайте Ну Сериалы Романы Да Все сценарии Они Как бы О любви Как бы О любви Да Но Сидят И говорят Ой Вот так Такая Любовь Такая Любовь И стоит Тебе Только Вкинуть туда Глаз И Ухо Да Ты видишь Да не Любовь Это Не Любовь Это Прелюбодеяние Расскажите Мне Что-нибудь Другое Пожалуйста То Что Вы Сегодня Назвали Любовью Там Муж Перелюбил Жена Перелюбила Тайком Встречаются Пере Встречаются Какие-то Тайны Какие-то Страсти Мордасти А Бог Говорит Это Грех Не Любовь Это Вы Вы Называете Уже Любовью То Что В Моих Глазах Мерзость Знаете В Украинском Языке Очень Красиво Ну Классно Звучит Вот В Русском Прелюбодеяние Да А Бог Говорит Грех Перелюбу То То есть Перелюбить Это Грех Спросите О любви Отцовской Материнской Сколько Сюда Наложено Уже Вообще Непонятных Каких-то Вещей И Очень Большой Вопрос Вообще Что Ты Подразумеваешь Под Своим Пониманием Любовь Знаете Потому Что То Какой Мы Выносим Любовь Из наших К сожалению Семей Многие Из нас Скажем Так Может Быть Не все Может Кому-то Повезло Больше Кому-то Меньше Но Часто Знаете Вот Это Любовь Которая Для Себя Ну Треба Чтоб Хтось На Старись Склянку Водычки Подал И Вот Вам Кажущаяся Любовь На самом Деле Бог Никогда Это Не Называл Любовью И Подобным Образом Знаете Любовь Она Между Мужчинами И Женщинами Между Парнями Девушками Потому Что Любовь Так Себе Выбирает Предмет Любви Вот Если Подходят Глаза Нос И Там Еще Какие-то Параметры Ты Достоин Любви А Если Не Подходят Нет Да И Некоторые Люди В Поисках Любви Они Готовы Перекраивать Себя Ложиться Под нож Ити На Операции Да Чтобы Хоть Какую-то Часть Любви Иметь В Своей Жизни Кажущейся Все Еще Кажущейся Любви Потому Что Когда Мы Читаем На Сам Деле Что Такое Любовь Понимание Бога Давайте Говорит Смотрите Я Прочитала Вот это Место Писания Я Когда-то Просила Бог Научи Меня Читать Твое Слово Научи Меня Видеть Суть Суть Вещей И Знаете На этом Месте Писания Где Написано Что Мы Познали Бога И Бог Есть Любовь Там Написана Такая Штука Интересная Это Иоанна Первое Послание Иоанна Ну Это Четвертая Глава Восьмой Стих Кто Не Любит Тот Не Знает Бога Вот Вам Подтверждение Того Что Нет Любви У Тех Кто Бога Не Знают Потому Что Бог Есть Любовь На этом Месте Писания Меня Господь Остановил И Сказал Попробуй Читая Мое Слово В Каждом Месте Где Написано Бог Для Себя Дописать Любовь А Там Где Написано Любовь Для Себя Написать Бог Бог Есть Любовь Да Мы Прочтем Что Бог Говорит О Любви Первая Коринфянам Тринадцатая Глава Четвертого Стиха Любовь Терпелива Добра Она Не Завидует И Не Хвалится Она Не Гордится Не Может Быть Грубой Она Не Ищет Выгоды Себе Она Не Вспыльчива И Не Помнит Зла Любовь Не Радуется Неправде Но Радуется Истине Она Все Покрывает Всему Верит Всегда Надеется Все Переносит Любовь Не Перестанет Существовать Никогда Замените Здесь Каждое Слово Любовь На Бог Бог Не Перестанет Существовать Никогда Он Все покрывает Он Все Терпит Но Это И Есть Суть Любви Вот Настоящая Суть Любви Но Та Любовь Которой Мы Привыкли Она Настолько Заменена Настолько Подгажена И Я Вам Скажу Что Очень Большая Беда Еще В том Что Мир Дух Этого Мира Настолько Плотно Впихнул Это В нас Что Мы Приходим К Богу Мы Становимся Частью Его Церкви Мы Становимся Частью Его Тела И Все Еще Сюда Пытаемся Пропихнуть Все Те Же Понимания Любви Которые Находятся В этом Мире И Что Потом Происходит Я Вам Скажу Молятся Дети За Своих Родителей Но Не С Позиции Любви Они Молятся Потому Что Им Страшно Или Стыдно Что Их Дети Могут Стать Какими Наркоманами Еще Кем То С позиции Страха Или Они Боятся Того Что Кто Увидит Их Ребенка Делающим Поступающим Неправедно И Скажет Вот такие Батьки Вот так Навчилы И Это Не Есть Позиция Любви Потому Что Любовь Она Не Думает Вообще О Себе Мне Удобно Будет Или Не Удобно Если Вы Со Мной Вместе Читали Если Вы Слушаете Это Слово То Любовь О которой Говорит Бог Она Вообще Не Эго Центрична У Него Вообще Не Существует Априори Великой Троицы Я Мне Мое Не Существует Любовь Терпит Тебя Покрывает У Тебя Не Поступает С тобой Зло Написано Что Бог Он Имеет Намерение Все Намерения Во благо Тебе Не себе Нам Да Имеем ли мы Такую любовь Сегодня Вы знаете Скажу Отчасти Имеем Я успокою вас Потому что Слово Божие Говорит Что Любовь Бога Она Излилась В наши Сердца Духом Святым Данным Нам Знаете Когда я Вот сидела Над Вот Этим Всем В один Момент Когда я На самом Деле Поняла Насколько Мы Все Еще Не Способны Действовать Молиться Говорить С позиции Любви Я Была Просто В шоке Жены Молятся За Своих Мужей Мужья Молятся За Своих Жен С Позиции Вот Як бы Пришел До Бога Мне Было Б Зручнейше У Нас Б Меньше Было Стычек У Нас Б Не Из Позиции Любви Мне Было Бы Удобно Догадайся Почему Молитесь И Не Получаете Просите Не На Добро А Чтобы Употребить Для Своих Желаний Вожделений Дорогие Церковь Я вам скажу Это такая Тонкая Грань Это Все Настолько Бывает Рядом И Близко Что Даже Самый Самый Такой Серьезный Момент Когда Ты Более Всего Уверен Что У тебя Позиция Самая Правильная И Праведная Относительно Бога То Проверяю Ее Еще Относительно Его Любви Любовь Ли В тебе Сегодня Говорит Любовь Ли Через тебя Сегодня Молится Потому Что Это Очень Важный Момент Я вам Скажу Что Любовь Оказывается Очень Секретный Секретный Ингредиент И Чуть Выше В той же Тринадцатой Главе Вы Так Знаете Очень Любим Любовь Вот такая Вот такая Мы Готовы Всем Рассказывать Какая Любовь Знаете Я Я вам Скажу Что Мы Как В мире Умели Рассказывать Как Нас Надо Любить Какая Любовь И Как Нас Надо Любить Дети Рассказывают Родителям В В В Восприятии Детей Что Такое Любовь Вот Если Ты Меня Кормил Одними Конфетами И В Школу Не Гнал Вот Это Я Понимаю Любовь Все Остальное В Е Понимании Ты Меня Не Любишь Понимаете Знаете В отношениях Близких Очень Часто Вот Это Сво Сво Понимание любви девушка влюбляется в молодого человека и говорит он такой блин так поступает гадко но я его люблю он точно изменится нет пойми что если бы в тебе была настоящая любовь то тебе бы не нужны были на самом деле те перемены которых ты от него так требуешь а может быть и нужны были бы но с другой позиции не с позицием мне зато так будет удобнее мне ж надо мне ж надо точно так мужья по отношению к женам если бы любила перестала пилять знаете вот эти вот моменты а любовь она в другом и вот мы приносим это понимаете понимание переносим эти понимания на самом деле в церковь а бог говорит любовь это совсем другое она не требует своего она не требует для себя она говорит и хочет и даже если хочет перемен она хочет их для тебя позиция божьей любви хочет в нас перемен реально она хочет их для тебя же чтобы ты не упопал в ад чтобы ты не был захвачен сатаной чтобы ты не был захвачен в плен просто позиция любви она хочет она жаждет она желает но это все для тебя вот наши молитвы после этого вот наши желания и разговоры о том как с нами должны поступать другие вопрос как ты сегодня поступаешь 13 глава 1 коринфянам с 1 стиха если я говорю языками человеческими и ангельскими но во мне нет любви то я в таком случае не что иное как звенящая медь как бряцающие тарелки если у меня дар пророчества и я знаю все тайны и если мне даны все знания и у меня есть вера способная передвигать горы а нет любви то я ничто ребята улавливаете суть мы можем обладать очень многими даже духовными дарами но все проверяется вообще-то любовью откуда потом вот этот момент когда иисус предупреждает и говорит будут даже те кто бесов изгоняли моим именем а я скажу я вас не знаю потому что те кто не имеют любви не имеют бога если я раздам все свое имущество и отдам мое тело на сожжение но во мне нет любви то ничто мне не поможет тебя ничто не вытянет из ада люди столько занимаются благотворительностью какими-то делами знаете как часто вообще на самом деле это не есть из позиции любви оно не продиктовано любовью изначально церковь мы настолько на самом деле но мы уже и в церквях насмотрелись этого да и вот момент ребята что у тебя церковь сегодня время любить и тебе необходимо совершенно новое откровение любви понимание любви и чтобы эта любовь могла настолько плотно войти в тебя в меня в нас всех и чтобы это вытеснило просто выкинуло из нас ту грязь ту гадость которую натоптали нам и которой мы позволили до сего дня все еще быть в нас я вам скажу это очень глубокие вещи это очень глубокие вещи вы хотите двигаться в боге мы вала ему в небо мы говорим господи мы хотим мы жаждем мы про хотим прорыва мы хотим движения и вот бог говорит вам пришло время любить вам пришло время любить моей любовью не такой какую вы его себя представляли не такой какой вы себе привыкли моя любовь другая бог не ценит знаете я вдруг поняла что не ценится в духовном мире даже дары которыми мы обладаем если в них нет любви бога ну заменяйте слово любовь на слово бог бог дает всему жизнь движения силу наполнения это любовь это любовь дает силу движения наполнения а там где нет этого все пустое ничего не значащие ничего не весящие его просто не существует в духовном мире вы знаете что бог вездесущий так вот я вам скажу есть где бога нет там где нет любви он везде существует там где любовь он наполняет силой то где он где есть любовь мы приходим господу многие из нас приходят сначала очень израненные избитые искалеченные той любовью которой которой мир нас учит но мы стану мы на самом деле когда мы приходим мы такие же и бог начинает то с чего он начинает вообще на самом деле начинает с любви вы знаете я открываю слово божье и в первом иоанна где 4 глава да то в 16 стихе написано мы узнали и поверили что бог нас любит знаешь во что ты сразу поверил в то что бог тебя любит знаешь ты называем мы сегодня можем называть мы поверили в иисуса христа это бог так тебя любит мы поверили там еще что в жертву да иисуса христа спасительную жертву мы так красиво уже научились об этом говорить библия слово божье говорит мы поверили в то что бог нас любит это любовь начала производить в москве что знаете когда люди себя не любят если они не имели любви а все мы по сути любви настоящей не имели давайте говорить честно да опять же я говорю о том что кому то может больше повезло кому то меньше кого то любили там больше меньше но знаете это всего лишь осколочки отголоски вы поймите что ну я вам говорю что любовь она та полнота любви которая 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 о которой говорит бог она только есть в боге научить ей дать ее восполнить ее в любой жизни может только он когда мы приходим когда мы приходим к богу он начинает наполнять своей любовью он начинает говорить нам о своей любви эта вера начинает возрастать на в нас эта вера придает нам уверенность эта вера утверждает и дает знаете правильную самооценку она дает правильное понимание себя в этом мире она она дает утверждение и понимание достоинства ты начинаешь понимать я достоин на самом деле любви и у тебя через это на самом деле вдруг появляются силы за себя бороться знаете что у людей когда нет достоинства когда нет ощущения достоинства любви у них нет сил отстоять даже себя даже тогда когда прав у них нет сил и только когда бог наполняет появляется эта сила ты становишься полный рост ты начинаешь молиться ты начинаешь расправлять плечи ты начинаешь что-то вот как как-то да бог начинает через тебя в тебе в первую очередь что-то производить но очень многие к сожалению на этом и тормознули нам стало достаточно того что мы позволили себе стать богом бог нас наполнил своей силой властью дал свои инструменты дал слово дал силу в имени иисуса христа мы стали теми кто творят сегодня вокруг себя атмосферу и производят определенные вещи мы стали как творец мы стали богом но мы все еще не позволили богу стать нами церковь сегодня твое время изменить принять совершенно новое понимание любви в свою жизнь и позволить любви жить через тебя молиться через тебя говорить через тебя потому что именно к этому ты призван время любить его любовью так как любит он в галатом знаете такая такое маленькое место писания я так люблю слово господи спасибо тебе написано 5 глава 6 стих не имеет значения ни обрезание ни не обрезание единственное что решает все все решает поверьте это вера которая действует через любовь вера твоя сегодня действует ли с позиции любви вот чем сегодня вопрос в синоде написано вера действующая любовью это вера дышащая любовью это вера которая и ищет любви жаждет любви отдает себя как любовь наполняет все любовью церковь тебе нужно принять совершенно другое понимание любви тебе наконец нужно позволить Богу наполнить собой я вам честно говорю когда я на самом деле поняла как катастрофически мало все еще я сегодня способна говорить действовать и молиться с позиции любви я готова была прыгать до потолка от радости что во мне живет тот кто всегда молится через меня только с позиции любви Дух Святой которым ты наполнен Дух Святой который в тебе есть и который молится через тебя воздыханиями неизреченными церковь до сего дня еще до такой степени не понимает и не оценила что на самом деле вам даровано ты открываешь уста и он молится через тебя всегда какое бы у тебя настроение не было что бы ты там до этого не пробормотал а он молится с позиции любви церковь мы поднимемся сегодня на ноги будем молиться я прошу вас сегодня просто особым образом молиться просите себе откровение любви новое божье откровение любви и наполнение его любовью простите потому что от этого зависит вообще все все решает вера действующая любовью я не хочу быть ким валом звучащим я не хочу чтобы все было впустую аллилуйя аллилуйя господь аллилуйя господь аллилуйя господь бог мой бог мы сегодня нуждаемся как никогда все все на новом откровении тебя совершенно на новом откровении любви на новом понимании осознание я прошу господь выми из меня все что насадил этот мир все что называлось любовью я говорю я знаю я понимаю что не все то золото Что блестит, не все то любовь, что называлось любовью, Господь. Я прошу Тебя, вложи в нас Твою любовь, вложи в нас Твою любовь, Господь. Я не хочу быть просто пустым, звенящим кивалом, метью звучащей. Я не хочу, Господь, я хочу, чтобы молитвы, они достигали небес. Чтобы каждое слово и действие, оно шло с позиции Твоей любви. Чтобы Ты мог стать мною в этом мире, чтобы по земле ходила наконец. Это Твоя любовь, любовь, которая долго терпит, которая милосердствует, которая не ищет своего, которая хочет только того, что угодно и совершенно, что во благо и не во зло, любовь, которая никогда не исчезнет, любовь, которая никогда не перестанет быть. Я прошу эту любовь, я прошу Тебя, Господь, наполни Церковь Свою, наполни Дух Святой. Излейся, излейся, Господь, во имя Иисуса. Излейся в нас, излейся в нас, излейся и наполни. Измени образ мышления, измени сердца, преобрази в себя, преобрази в любовь, Господь. Преобрази нас, преобрази нас, преобрази нас.